Краснов Георгий Васильевич, повесть «Операция сломанная трубка», глава 8. Захарка со своей собакой сначала держался в шагах в ста от Элемби. Иногда он останавливался, внимательно осматривался. Человека в шляпе он увидел раньше, чем девочка. Захарка встревожился и решил на всякий случай подойти поближе к Элемби. Так он и следовал за ними до самого кордона. Элемби и незнакомец вошли в дом. Их облаял пёс, с которым Захарке предстояло наладить отношения. Забор был щелястый, и Захарка хорошо всё видел и даже слышал. Ну и звонкие голоса у этих девчонок. Когда же наконец донеслось, а как собаку вашу величают? Толстые губы Захарки сами собой расплылись в улыбке. Для меня Элемби старается, сказал он про себя. Значит, трезором зовут. Ладно. Вскоре девчонки прошли по тропинке совсем рядом с Захаркой, так что ему пришлось даже придержать камбура, ведь встречаться с Элемби здесь ему не полагалось и вообще. Стеснялся её Захарка, а всё потому, что нравилась она ему. Просто нравилось смотреть на неё, а почему он и сам не знал. Захарка за ними не пошёл. Может, и лучше так будет, рассудил он. Элемби до посёлка и сама дойдёт, а пока ягоды собирать будут, ещё что-нибудь у Маюк разузнает. А за этими уж я сам послежу. Поглядим, что за учёный объявился. Захарка устроился в кустах поудобнее. Через некоторое время он увидел, что лесник и его гость спустились с крыльца и вышли на тропинку перед домом. «Ну, пора и нам с тобой в путь», сказал Захарка к амбуру. «Вставай-ка». И он ласково прижал голову собаке к своему бедру. Пройдя за лесником и молодым учёным с километр, Захарка понял, что они направляются в сторону длинного глубокого оврага, который имел своё название – Бездонный. Возле этого оврага как раз и росли самые старые в округе дубы. Среди них был и дуб Пугачёва – старый богатырь в семь обхватов. Захарка вспомнил, как они приходили сюда в прошлом году всем классом. Сам-то он бывал здесь не один раз. Места эти знал хорошо. Вот и овраг. Дальше тропинка поворачивает направо и идёт почти по самому краю. Посмотришь вниз – голова закружится. Захарка прошёл немного вдоль оврага. Вон там, за кустом бузины, начнётся поляна. Вокруг неё и растут те самые дубы. Мальчик осторожно раздвинул ветви с красными кистями. Лесник водил человека жёлтым портфелем от одного дуба к другому, что-то показывая и объясняя. Приезжий то и дело, снимая шляпу, задирал голову, потом снова смотрел на лесника. Вот он уселся на пенёк, вынул из портфеля тетрадь и, кажется, рулетку. – Точно! Теперь лесник ходит, измеряет толщину деревьев, а этот в шляпе сидит на пеньке и записывает. – Похоже и вправду учёный, – подумал Захарка. – Только о дубах и говорят, хотя кто их знает. – Как бы к ним поближе подобраться? Место-то совсем открытое. Тот приезжий засунул тетрадь обратно в портфель и встал. Лесник подошёл к нему и отдал рулетку. Учёный посмотрел на часы и что-то сказал леснику. Однако быстро они как будто возвращаться надумали. Мелькнуло в голове у Захарки. Он повернулся спиной к поляне. – Где бы нам спрятаться? Лучше бы этих пропустить вперёд. – Правда, Камбурка? Последние слова он произнёс вслух и поспешил к заросшей высоким папоротникам низинки, которая находилась в шагах в семи от тропы, перегороженной в этом месте упавшим стволом липы. Захарка раздвинул тонкие перистые листья и прижался к земле. Одной рукой он придерживал собаку за шею. Минуты через две Захарка услышал невнятное бормотание лесника, а вслед за тем уже совсем громко прозвучал удивлённый голос приезжего. – Ну и глубина, вот это овраг! – Потому его и назвали бездонный, – сказал лесник. – Свались в него с пьяну оли ночью и не мечтай остаться в живых. Сказ тут ходит. Будто местные чуваши из отряда Пугачёва потом в этом овраге скрывались. Они остановились как раз перед стволом липы, помолчали немного, и вдруг человек с портфелем предложил. – Закурим, Фрол, Сидорович? – Спасибо. Десять лет как бросил баловаться. – А я хотел угостить вас табачком из Гродно. – Как? Каким табачком? – заикаясь, переспросил лесник. – Не надо так волноваться, Садков, – спокойно произнёс приезжий. – Я же, понятно, сказал, табаком из Гродно. Или ты уже забыл, чем он пахнет? – Не забыл. – Только у меня трубка сломалась. – Тяжело, – дыша, – ответил лесник. – А ведь это пароль! – сообразил Захарка и ещё сильнее вжался в землю. – Только бы не заметили. – Интересно, у меня тоже трубка сломалась. – пробормотал приезжий как бы про себя. – Когда приедет Евсей Пантелеевич? – вдруг спросил лесник. – Через неделю. – А я его ждал через два дня. – Он немного задержится в Москве. – А-а-а! – Ну вот что, товарищ учёный! – уже более спокойным тоном произнёс лесник. – Давайте теперь ближе к дому. Не то, сами знаете, поле видит, а лес слышит. – Голоса стали удаляться. – Ну и трус же ты, фрол! – глухо донеслось до Захарки. – Был трус, да весь вышел! – громко прозвучало в ответ. Захарка, опираясь руками о землю, поднял голову. – Вот тогда дерутся, сцепились, сейчас в овраг покатятся! Захарка привстал и при этом неловко задел рукой камбура. Пёс понял его по-своему и с лай понёсся к дерущимся. А они как раз едва удерживались на самом краю оврага. Вот-вот кто-нибудь из них, а может, и оба вниз полетят. Услышав лай и увидев большую лохматую собаку, лесник и его гость замерли на месте. Камбур тоже остановился, оглядываясь на хозяина. Мужчины медленно поднялись на ноги. Захарка появился на тропинке и взял бросившегося к нему камбура на сворку. Приезжий поднял с земли шляпу, посмотрел на лесника, потом на Захарку и вдруг почему-то расхохотался. — Хороший пёс у тебя! — наконец промолвил он. А лесник, глядя из-под лобья на своего гостя, пробурчал невнятно. — То-то и видно, что хороший, ещё чуток и разорвал бы. — Хорошо, ещё драться перестали, — сказал Захарка, подходя ближе. — Мой камбур этого терпеть не может. — Значит, твой камбур нас за дрочунов принял, — весело продолжал приезжий. — А это вон Фрол Сидорович споткнулся, а я бросился подержать, да и упали оба. Наше счастье, что на куст наткнулись, а то бы овраг-то и в самом деле. Иди, мальчик, посмотри, какая глубина. — Да ладно уж, я лучше пойду, — сказал Захарка. — Иди, мальчик, иди, — прохрипел Садков. — Спаситель ты наш! Откуда только взялся? — Пошли к камбур. И Захарка зашагал прочь, а когда скрылся за поворотом, то немного пробежал по тропинке, потом юркнул в чащу и затаился. — Будь что будет, а надо следить за ними до конца, — решил он. Глава девятая. Утром все ребята снова собрались на берегу, и Лимби, узнав, что Захарка был послан ее охранять, покраснела на некоторое время, сидела надувшись. Но события, свидетелем которых оказался Захарка, были так интересны, что к концу его рассказа она уже не помнила о своей обиде. — Ну что, видела? — повернулся к ней Ильдер. — Твой командированный вон какой оказался, а ты вчера ученый. Тоже мне ученого нашла. Тут и Лимби впервые не нашлась, что ответить. Только посмотрела виновата на Захарку, как бы спрашивая. — Правда ведь не похож лесовод на плохого человека? Скажи хоть ты. Захарке показалось, что услышал эти слова, и он, повернувшись к Ильдеру, заговорил торопливее обычного. — А что, Ильдер, я думаю, ты бы и сам принял его за ученого. Сначала я просто подумал, что зря время трачу, пока он о сломанной трубке не заговорил. — Слушай, Захарка, — сказал Кистюк, — а как ты думаешь, когда они подрались, кто из них начал первым? — Наверное, лесник, а вообще не знаю. Не видел, врать не буду. Оказалось, что человек с желтым портфелем ушел от Садкова только под вечер. Ушел в сторону станции. А потом мимо Захарки с Камбуром пробежала Маюк. Захарка даже подумал, не выйти ли к ней. Может, она в доме что-нибудь услыхала из разговоров лесника с приезжим. Но побоялся, что Маюк испугается собаки, и не объявился. — А с Трезором-то познакомился? — спросил Ильдер. — А как же? Тут Захарка широко лопнулся. — Собака, она и есть собака. И он ласково потрепал Камбура за шею. — А теперь Трезор наш. — Все будет делать, что скажу. А Кистюк подумал, что, выходит, он не ошибся, этот молчуный, вправду надежный парень. Тут ребята стали обсуждать, что же делать дальше, как вдруг расстался крик дозорного Геры или Гены. Оказалось, от станции идут двое с вещами. Они уже повернули на проселок, к кордону. Близнецы сегодня принесли большой бинокль, который им подарил их дядя, офицер Черноморского флота. Поэтому Геру и Гену поставили в дозор. Тут, конечно, все моментально были на вершине пригорка, где стояли Гера с Геной. За это время Никон научился различать близнецов. Если как следует приглядеться, то Гера будто весь был чуть-чуть посветлее. И глаза, и волосы, и лицо. Да и веснушек вроде больше. — Бери немного левее! — буркнул Гера, когда Кистюк поднес бинокль к глазам. — Ну и здорово же видно! — восхищенно сказал Кистюк, отнимая бинокль от глаз. Он еще немного подержал бинокль в руках, разглядывая его. — Хорошая штука! Наконец Кистюк отдал бинокль прыгающему от нетерпения Эльдеру, а потом и другие ребята посмотрели и увидели двух поспешно шагающих мужчин. Похоже, что один из них — тот змееглазый, в коричневом плаще которого Эльдер провожал на поезд. В руке у него чемодан, и, видно, довольно тяжелый. Тащит с трудом, согнулся, семенит, еле успевает за своим спутником. Другой, длинный, как жерть, идет с сумкой впереди. Важно так вышагивает. По сторонам смотрит. На большого начальника похож. — Наверное, это Евсей Пантелеевич и есть, — подумал Кистюк. — Что, если это и в самом деле не просто воры? А может, вовсе и не их ждет Садков? Ведь командированный сказал, что Евсей Пантелеевич приедет через неделю. — Вот что, — сказал Кистюк, когда все возгласы удивления наконец утихли. — Дайте-ка мне еще раз взглянуть. Ага, подходят к мостику. Ну, им еще шагать километра два, если они идут на кордон. А за это время мы кое-что успеем сделать. Вскоре на пригорке остались только геросгены, вооруженные биноклем.